Кейт Фокс. Наблюдая за англичанами. Скрытые правила поведения. Антропология английской культуры. Грамматика английской самобытности. Метод включенного наблюдения и его издержки. Правила знакомства. Правила смущения. Правила обмена сплетнями. Непритосновенность частной жизни. Правила удаленности. Правила интонации. Разговор для поддержания взаимоотношения. Правила ответной реакции. Правила долгого прощания. Важно не быть серьезным. Правила самоуничижения. Классовые нормы культуры речи. Общение в пабе. Правила общительности. Правила невидимой очереди. Правила пантомимы. Речевой этикет. Правила ведения разговора о погоде. Юмор как коленный рефлекс. Правила контекста. Правила согласия. Правила иерархии типов погоды. Правила английского быта. Серьезные рассуждения о еде недопустимы. Даже не присвоены. Правила обозначения собственной территории. Правила напускного безразличия. Правила двойственного отношения. Правила. 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 Здравствуйте. В этом видео представляю вам отзыв и обзор книги Кейт Фокс. Наблюдая за англичанами. Эта книга произвела фурор на родине автора. Сразу после выхода в свет. Вызвав шквал восторженных отзывов читателей, критиков и социологов. Кейт Фокс потомственный антрополог. Ей удалось создать смешной и поразительно точный портрет английского общества. В своей книге Кейт Фокс рассматривает присущий английский характер со стороны антрополога. И находит странные и интересные детали, которые регулируются сложными наборами негласных правил и определенным кодексом поведения. Ее наблюдение за такими фактами, как англичане разговаривают, одеваются, едят, пьют, работают, играют, делают покупки, водят машину, флиртуют, борются и как стоят в очереди. Являются скрытыми фактами, раскрывающие все те правила, которыми англичане бессознательно повинуются. Автор в своей книге анализирует причуды, привычки и слабости англичан, но пишет не как антрополог, а как англичанка, с юмором и без помпы. Остроумным, выразительным и доступным языком. Нельзя удержаться от смеха, читая про разговоры о погоде, садовых гномиках и чашках чая. Причем забавны не только англичане в целом, забавны и сама Кейт Фокс. И в этом ее величайшее достижение. Книга «Наблюдая за англичанами» приятное развлекательное чтение с серьезным подтекстом. Книгу Кейт Фокс «Наблюдая за англичанами» я для себя открыл уже после того, прочитал Томаса Бергера и Питера Лукмана «Социальное конструирование реальности». Обзор этой книги есть на канале. А также после того, как я прочитал Грегори Бейтсона «Священное единство» труд еще одного известного антрополога. А Кейт Фокс, она своей книгой еще сильнее дополнила мои знания об антропологии людей и социологии людского общества. Конкретно на примере английского общества. И дальнейший отзыв, пока вы будете его смотреть, я рекомендую вам держать в уме интересный вывод, который сделали Бергер и Лукман в социальном конструировании реальности. Они говорят, что любое социальное конструирование общества состоит из трех фаз. Первая фаза – это назначение и принятие каких-то правил поведения, которое происходит, например, в первом поколении людей. Вторая фаза – это обучение этим правилам, которое происходит на протяжении всего первого поколения и передается второму поколению. И третья фаза – это жесткое отстаивание установившихся уже норм и правил в обществе. А это отстаивание правил, которые были приняты ранее и их соблюдение, а также наказание или порицание тех людей, которые отступают от действующих правил. Это третья фаза, которая одновременно может протекать как в конце первого поколения, то есть тех людей, которые эти правила разработали, укрепляется в втором поколении и окончательно закрепляется в обществе уже в третьем поколении людей. Одной из важных мыслей, которую доносит до нас Кейт Фокс в своей книге является классовое деление Англии. Когда она рассказывает о том, как люди пьют в пабах, ходят друг друг к другу в гости, интересуются одеждой, модой, едой, какую еду они покупают в магазинах, как ее потребляют, какой чай пьют, какие носят запонки, одежду, обувь, какой длины платья и так далее, не исчерпываясь и не останавливаясь на перечисленном выше, она делит все эти важные аспекты в зависимости от того, к какому классу относится тот или иной человек. В зависимости от класса Кейт Фокс приводит те самые, возможно, на первый, да и даже на второй взгляд невидимые различия между классами и культурой их потребления в обществе. Потому что, как говорит Кейт Фокс, иностранцу очень тяжело, один раз взглянув на англичанина, примерно определить, даже примерно определить, к какому конкретно классу он относится. И несмотря на то, что сама Кейт Фокс англичанка, даже ей подчас было тяжело определить, к какому конкретно классу относится тот или иной представитель английского общества. Она объясняет это тем, что Англия – это культура с высокоразвитым классовым созданием. Однако в действительности те категории, которыми англичане мыслят о социальном классе и определяют положение человека в классовой структуре, имеет мало общего и с упрощенной трехуровневой моделью. Высший класс, средний класс, рабочий класс. И с весьма абстрактными алфавитными системами A, B, C, D, E и так далее. Базирующимся на принципе классификации по роду занятий. Столь излюбленным экспертами по исследованию рынка. Школьный учитель и агент по продаже недвижимости формально. Оба принадлежат к так называемому среднему классу. И у того, и у другого может быть свой домик и автомобиль Вольво. Они могут посещать один и тот же паб и иметь примерно одинаковый годовой доход. Однако сами англичане судят о социальном классе по более сложной совокупности едва уловимых признакам. Как мы организуем свой быт? Как устроен дом? Какая в нем мебель? Марк автомобиля, на котором ездит англичанин? А также моет ли он его сам по воскресеньям? Пользуется услугами мойки или полагается на английский климат и дожди? Что, где, когда, каким образом и с они едят, пьют? Какие слова употребляют и как их произносят? Где и как делают покупки? Какую одежду носят? Каких домашних питомцев держат? Как проводят свободное время? Какие дежурные фразы используют, чтобы завязать знакомство или разговор? И каждый англичанин, признают они или нет, тонко чувствуют едва уловимые различия, по которым судят о принадлежности человека к такому или иному классу. Поэтому автор и не стал, не стала выводить таксономию английских классов и свойственных им особенностей, а просто попыталась представить нюансы восприятия англичанами классовых различий в контексте перечисленных выше тем. Невозможно говорить о классах, не упоминая дома, сады, автомобили, одежду, домашних питомцев, еду, напитки, разговоры, хобби и тому подобное. Равно как и невозможно исследовать правила любого из этих аспектов английского общества, не натыкаясь постоянно на существующие классовые разграничители или не спотыкаясь, а менее заметные из них. О классовом делении автор упоминает тогда, когда ей встречаются такие разграничители. А я в свою очередь в этом видео, когда это будет уместно, когда это будет необходимо для пояснения той мысли, которую я говорю, я буду демонстрировать таблицу, в которой шесть колонок. Я разделил эту таблицу на рабочий класс. При этом, как и сама Кейт Фокс, делит рабочий класс на два слоя. Нижний слой рабочего класса и верхний слой рабочего класса. Три слоя в среднем классе, это три следующие колонки и высший класс, к которому, как я понял при прочтении, Кейт Фокс также относит и аристократию. За исключением, возможно, самого элитарного и самого аристократического класса, это правящего класса королевы. Возможно, я не прав. Я стремился, создавая эти таблицы, чтобы они были как можно более наглядными и понятными, но, к сожалению, у Кейт Фокс, несмотря на то, что она и англичанка, ей, как мы уже выше успели выяснить, даже ей тяжело разграничить эти классы. Поэтому, где-то, если я ошибусь при составлении этой таблицы, то я надеюсь, что вы меня поправите в комментариях и дополните. И продолжить наше общение я хотел бы с правил иерархи типов погоды. Погода – это не просто сведения о состоянии атмосферы для англичан. Погода и разговоры о погоде – это один из способов познакомиться, завязать разговор. У англичан не принято навязывать себя. И англичане испытывают неловкость, когда кто-то к ним очень близко подходит и начинает с ними сходу разговаривать о каких-то личных или даже рабочих вопросах. А разговорами о погоде, они закрывают сразу несколько моментов. Это, собственно, сам разговор о погоде, как об атмосферном явлении реже всего. Приглашение к разговору. И как переходная тема между простым «Привет, как дела?», которые вот эту фразу уже лет 40, как англичане не используют, а используют именно разговор о погоде. И после разговора о погоде, если у другого человека есть желание продолжить общение на более близкие темы, то человек это покажет, а другой англичанин это поймет. Поскольку вот эта обходительность, она, по мнению, опять же, Кейт Фокс, как англичанке самой по себе, она говорит, что это все воспитывается с раннего детства. Фраза «По крайней мере нет дождя», сказанная в холодный день, фактически гарантирует достижение взаимопонимания. Дело в том, что в Англии существует неофициальная иерархия типов погоды, которой придерживается почти каждый. В порядке перечисления от лучшего к худшему, эта иерархия выглядит следующим образом. Солнечная и теплая мягкая погода. Самый лучший вариант. Далее, солнечная и прохладная холодная погода. Облачная и теплая мягкая погода. Облачная и прохладная холодная погода. Дождливая и теплая мягкая погода. Дождливая и прохладная холодная погода. Самый худший вариант. Автор не утверждает, что в Англии предпочитают солнце облачности или тепло-холоду. Просто все прочие предпочтения расцениваются как отклонение от нормы. Заводя разговор о погоде, англичане нащупывают почву, прощупывают почву. Можно ли с тем человеком, к которому подошел один англичанин, к другому англичанину, можно ли со вторым англичанином поговорить о чем-то кроме погоды? Готов ли он к этому разговору? Это получается одновременно и обходительность и одновременно выказывание уважения к другому человеку, к личному пространству и одновременно соблюдение негласных правил и этикета. Начать общаться с другим человеком, который не знаком англичанину, очень тяжело. И Кейт Фокс приводит такой пример. Она довольно часто ездит в метро. И каждый раз она ездит примерно в одно и то же время и примерно с одними и теми же людьми. В Англии, в английском обществе, даже если вы ездите в метро с одним и тем же человеком или с группой людей, будет неприлично поприветствовать их, когда вы видите их на перроне или в вагоне поезда. Такое приветствие будет означать слишком быстрое вторжение в личную жизнь другого человека. Даже кивок головы в качестве приветствия, это считается предосудительным. Нормально, когда человек, который спускается в метро, считает, что все остальные люди ему незнакомы. Даже если этих людей он видит каждый день на протяжении года, двух или десяти лет. Общение с попутчиками возможно только в том случае, если англичанин предполагает длительное знакомство с этим человеком. Так, Кейт Фокс поясняет это таким примером, что она может поприветствовать какого-то человека, глядя ему в глаза и кивком головы, только лишь не ранее, чем через год совместных поездок. И далее ждать от этого человека ответа. Ответ может не последовать, значит, что человек не расположен к тесному общению. А если человек ответил на приветствие, это еще не значит, что к нему можно подойти и заговорить с ним. Для этого должно пройти еще какое-то время, может быть шесть месяцев, а может быть еще один год. И так далее. И Кейт Фокс отмечает достаточно такую важную тему, что ей самой было очень неприятно ходить и толкаться среди людей. Чуть позже мы затронем эту тему чуть подробнее, а сейчас я коротко расскажу про один случай. Это Кейт Фокс использовала правила включенного наблюдателя. То есть она сама, не нанимая никаких других помощников, ходила в толпу и расталкивала людей. Чаще всего такие толпы находятся на вокзале. Кинг Кросс, например, и других. Она приходила на этот вокзал и начинала усиленно толкаться с другими людьми. Чем она вызывала, во-первых, смущение этих людей, а во-вторых, ей самой, как настоящей англичанке, было неприятно проводить этот эксперимент. И она пишет, что она с радостью бы отдала эту непосильную для нее ношу кому-нибудь другому. Но тогда она боялась, что ее книга, ее исследования будут неполными. Правила включенного наблюдателя она использовала для того, чтобы изучить правила посещения пабов. Пабы – это один из главнейших элементов культуры и жизни англичан. Возможно, это звучит как фраза из путеводителя, но Кейт Фокс говорит и пишет об этом совершенно искренне. Значение пабов в английской культуре невозможно переоценить. В пабы ходит более трех четвертей взрослого населения Великобритании. Из них одна треть – это завсегдатайи, посещающие пабы как минимум раз в неделю. Для многих паб – это второй дом. Для любого социолога клиентура паба – это так называемая репрезентативная выборка состава населения Англии. Поскольку пабы посещают люди всех возрастов, социальных классов, уровней образованности и профессий, не проводя много времени в пабах, было бы невозможно даже попытаться понять английскую самобытность. И в принципе достаточно сидеть в одних лишь пабах, чтобы получить относительно полное представление об особенностях английской культуры. Так Кейт Фокс оказалась в пабе. И что же она там увидела? Она увидела, что питейное заведение – это особая среда, отдельный социальный мир, со своими собственными традициями и ценностями. Для любого питейного заведения характерна социально смешанная, эгалитарная среда. Или по крайней мере такая среда, в которой статус индивида определяют критерии, отличные от тех, что существуют во внешнем мире. Основная функция питейных заведений – содействие в создании и укреплении социальных связей. И одним из важных моментов в посещении паба является невидимая очередь. Каждый в пабе знает, кто за кем. Человек, подошедший к стойке перед вабе, будет непременно обслужен первым. И любая явная попытка привлечь внимание бармена, чтобы он обслужил вас быстрее, будет им проигнорирована. И такая попытка вызовет недовольство остальных посетителей. И здесь, рассуждая вроде бы как о пабах, мы перешли к очень важной английской традиции, традиции английского общества и правила, которые неукоснительно соблюдаются всеми англичанами, независимо от пола и социального статуса. Это правило стояния в очереди. Автор пишет, что стояние в очереди для англичан – это почти национальное хобби. Если даже не начерчено на асфальте или где-то еще линия для того, чтобы выстроиться в очередь, англичане это делают на подсознательном уровне. Они выстраиваются в очередь даже там, где вроде бы и стоять в очереди не нужно. И создают очередь на пустом месте буквально незачем. Как сказал один из исследователей английского общества, англичанин, даже если он стоит один, создает упорядоченную очередь из одного человека. Англичане считают, что каждый из них должен соблюдать очередь. И такие англичане, ну практически каждый первый будет чувствовать себя оскорбленным, если кто-то нарушит данное правило. И с другой стороны, они не смогут выразить это оскорбление вербально, потому что им не хватает навыков общения. И вот здесь, в продолжении той темы, которую мы начали несколькими минутами ранее, о том, как Кейт Фокс использовала метод включенного наблюдателя, здесь она пишет, что ей было абсолютно некомфортно использовать этот метод для изучения стояния в очередях, для изучения того, что она перепрыгнет на несколько позиций вперед или вообще подойдет без очереди, потому что для англичанки это немыслимо. И она говорит, что лучше бы я пошла снова на вокзал толкаться в толпе и еще протолкалась бы сотни англичан или других людей, прося у них постоянно прощения, чувствуя себя виноватой и так далее. Чем я буду лезть без очереди, испытывая на себе косые взгляды англичан снаружи и не менее косые взгляды на себя саму и себя изнутри самой. То есть одновременно у нее было два центра, которые противодействуют ей в том, чтобы она прошла без очереди. Здесь, поскольку мы с вами общаемся на русском языке, хорошо бы упомянуть людей сейчас уже меньше, потому что появились электронные очереди, наконец-таки у нас в России, в банках, в поликлиниках, на почте, в МФЦ, вы уже знаете. И что раньше? Ну еще, может быть, не пять лет назад. Допустим, в конце нулевых, в начале десятых годов, когда сидим в поликлинике, мы заняли очередь перед нами, там пять человек, и приходит такая дамочка, а кто здесь первый? А мне только спросить. И здесь, в Англии, такое невозможно. И Кейт Фокс, преодолевая вот эту свою природную воспитанность, она все-таки для своей книги, несмотря на то, что она пишет, что вот в этот момент, когда у нее в плане исследований было пойти и нарушать правила очереди, и когда она несколько раз не смогла, она себя все-таки заставила пойти. И потом она описывает свои внутренние ощущения, как она борется одновременно с голосом внутри, что нельзя. Как она сжимается под воздействием косых взглядов, выставленного локтя, который англичанин выставляет, потому что он не может по-другому выразить свое возмущение, и только лишь очень небольшое количество англичан, которые могут покажет, то, что ты не туда идешь, твое место вот там, сзади. Если человек покашлял, это значит, что он очень сильно возмущен тем, что другой человек полез без очереди. И почему я уделяю такое большое внимание стоянию в очередях? Потому что это действительно английская традиция и английское хобби, которое вот это Кейт Фокс, антрополог и социолог, выявила внутри своего общества. В начале книги она пишет, что другие антропологи, они готовы жить в антисанитарных условиях, где-нибудь в Африке, или ездить куда-то на Бали. Ну, опять же, мы об этом обсуждали, когда я делал обзор на книгу Грегори Бейтса на священное единство, и то, что он ездил на Бали. И много других антропологов ездят в племена, допустим, африканские, или в племена амазонки и так далее, где нет элементарных цивилизационных условий для жизни. Так вот, Кейт Фокс говорит, что она выбрала тему изучения англичан и Англии, и этой английской самобытности, чтобы не ездить в эти плохие условия. Но, однако же, получилось так, что исследование нужно проводить, и если там, допустим, она попадает в плохие санитарные и общечеловеческие условия, то здесь она попадает в условия, когда несоблюдение общепринятых норм вызывает у нее бурную реакцию внутри нее, и отторжение, то, что она сейчас пойдет и будет делать то, что ей противно. Много поговорили об основных аспектах, и теперь я хотел бы перейти вот к тем таблицам, которые, про которые я говорил в самом начале. Я буду делать такую небольшую подводку, показывать вам эти таблицы, и мы попробуем посмотреть, как Кейт Фокс попыталась выбрать из того потока информации, иногда было это очень непросто, как она попыталась выбрать информацию о том, к какому же все-таки классу относится тот или иной англичанин. И начнем разговор о одежде, аксессуарах и стрижках. Кейт Фокс делит свои наблюдения на три этапа. Одежда, аксессуары, стрижка. Вначале она описывает, как дела обстоят у молодежи. Потом она описывает, как дела обстоят у взрослых женщин. А потом описывает одежду и аксессуары взрослых мужчин. Я выбрал. Вот сейчас я вам покажу. Таблица выглядит вот таким образом. И, как вы видите, она разделена на 6 колонок, как я уже выше говорил. Три колонки отведены для среднего класса, две колонки для рабочего класса, нижний слой рабочего класса, верхний слой рабочего класса, нижний слой среднего класса, средний слой среднего класса, верхний слой среднего класса и высший класс. И что было мне интересно, когда я читал про то, как одеваются люди в Англии. В зависимости от того, как, к какому классу они себя относят. И удивительно было то, что возможно, что эта одежда и не отличается от... Если бы в России было классовое деление, она вряд ли бы отличалась бы очень сильно. Так Кейт Фокс отмечает, что молодежь из нижних слоев предпочитает блестящую одежду. То есть в элементах одежды они выбирают такие элементы, чтобы было как можно больше блесков. Чтобы штаны блестели, чтобы куртка блестела, чтобы было много пирсинга. Это на языке, на губах, на в носу, в ушах несколько сережек, в попке и так далее. То есть это если у девочек. Если у парней, то парни из нижнего класса предпочитают джинсы на 4 размера больше в стиле кангста рэп. И несмотря на то, что в среднем и верхнем слое среднего класса молодежь одевается примерно так же, как оборванцы из нижнего класса. Но есть большие отличия. У среднего класса, у молодежи среднего класса предпочтения будут находиться в области... Они когда выбирают одежду, они выбирают одежду из более натуральных тканей. С большим числом натуральных волокон. Например, если мы видим, что два подростка одели хлопковую рубашку, то определить, к какому именно слою относится этот подросток, к какому классу, можно по количеству натуральных тканей. У подростка из среднего класса количество натуральных тканей, то есть хлопка, будет больше. Также у подростки среднего класса носят более блеклые цвета. То есть у них не будет ярких, у них не будет блестящих цветов в одежде. Блестящие одежды. И одежда будет более матовая. Про проводу пирсинга, да, девушки также прокалывают себе уши в нескольких местах. Но никогда представитель среднего класса, девушка из среднего класса, не будет прокалывать себе губы, нос, язык и так далее. И это считается для среднего класса недопустимым. И отдельно, особняком стоит высший класс. Это они, про них Кейт Фокс очень мало рассказывает. Но она говорит, что отличительной особенностью этого класса это шарфы. Теплые, из натуральных тканей и очень длинные, которые представителями высшего класса наматывают несколько раз вокруг шеи. То есть, если мы видим такого человека, плюс еще другие какие-то маркеры. То есть, матовая одежда, большое количество натуральных тканей и так далее. То мы этих людей можем поднимать в слоях общества все выше и выше. Далее Кейт Фокс переходит на описание одежды взрослых женщин. И она говорит, что одним из больших маркеров того, что эта женщина принадлежит к верхнему слою среднего класса или к высшему обществу, является размер декольте и длина юбки. Чем больше размер декольте, тем ниже по классу эта женщина. Чем выше длина юбки, при этом если длина юбки короткая и при этом некрасивые ноги, то практически со стопроцентной вероятностью эту женщину можно отнести к нижнему слою нижнего класса, рабочего класса. При этом, при этом, исключение. Если допускается для среднего класса, для среднего слоя, высшего слоя среднего класса, для верхнего класса, для высшего класса, допускается, что женщина может на какой-то прием, на какой-то праздник, то есть, по какому-то случаю, одеть платье с более глубоким вырезом, с более большим декольте и более короткую юбку. Но чем выше класс, например, верхний слой среднего класса, высший класс, короткие юбки женщины носят только в том случае, если им позволяет красота ног. Если ноги некрасивые, женщина никогда не наденет короткую юбку или платье с короткой юбкой. То есть, это очень важное замечание, которое отмечает Кейт Фокс. В принципе, как она сама женщина, ей как бы виднее, что это действительно имеет место быть. И далее она переходит к мужскому гардеробу, который, как она говорит, по которому очень сложно идентифицировать, к какому классу относится человек. И приводит такой пример. Вы можете увидеть человека в свитере и джинсах. И приводит такой пример. Она говорит, вы можете встретить мужчину в джинсах и в свитере, но сейчас в современном английском обществе он может быть как и из низшего слоя рабочего класса, так и топ-менеджером IT-компании. И поскольку она еще и дальше продолжает свою мысль, а поскольку сейчас очень много мужчин ходят в костюмах, то по костюму и только по костюму и по одежде невозможно определить, к какому конкретно классу относится тот или иной мужчина. И что нужно смотреть на аксессуары. Это галстуки, часы, запонки. Такого плана. Здесь я отвлекусь. Возможно, вам будет интересно. Есть в нашем мире специалисты по подбору галстуков. И они называются горбатологи. Такая информация, чтобы я не забыл. А те, кто досмотрел, тот, возможно, узнал для себя новое слово. Горбатолог. Итак, мы переходим к таблице, в которой у нас описаны аксессуары мужчин. И что говорит Кейт Фокс? Что чем вычуренее аксессуар, то есть большие часы, как у Джеймса Бонда, или яркие блестящие галстуки, или кричащие цвета, расстегнутые на половину рубашки. Это, вот если мы видим вот этот вот ансамбль, то значит мужчина находится очень низко по классу. Это нижний слой рабочего класса, в крайнем случае верхний слой рабочего класса. И чем ниже класс мужчины, тем больше перстней, колец, на руках, на пальцах. Чем ниже класс, тем сильнее распахнут ворот рубашки, тем сильнее открыта грудь. И наоборот. Маленькие незатейливые часы. Маленькие компактные запонки. Простой кожаный ремешок в часах. Матовые галстуки. Приглушенные обычно темные тона. Едва заметный узор. Это признак высшего класса и верхнего слоя среднего класса. То есть мы видим, как, то есть чем значимее человек в обществе, Чем выше он стоит по социальной лестнице, тем меньше у него необходимость демонстрировать всем свое богатство. Рассмотрим отношение к еде. Несмотря на то, что англичане, в общем-то, как и все остальные люди, хотят есть, однако вот эта английская чопорность, хорошее слово, она не позволяет англичанам выражать то, что называется любовью к еде. То есть вне зависимости от того, насколько англичанину понравилось то или иное блюдо, он обязан не выказывать никакого, никакого слова не говорить, никакой мысли не допускать у себя внутри, что ему эта еда понравилась. Быть сухим, быть чопорным и, соответственно, не говорить другим, что ему нравится, там, допустим, пончик от АБЦ, а не нравится пончик от БВГ, например. И уж огромным табу является обсуждать еду серьезно. Если кто-то позволит себе в английском обществе серьезно обсуждать еду, его заклеймят позором. К сожалению, это таковы еще одни правила английского общества, о которых пишет Кейт Фокс. Средний класс, в подавляющем большинстве, все слои придумывают себе различного рода пищевые аллергии, даже если их нет. Чтобы не есть ту или иную пищу на людях. Конечно же, они могут эту еду есть дома одни, но если они собираются где-то в обществе, они могут сказать, ой, нет-нет-нет, мне молочное нельзя, у меня там тра-та-та-та-та-та-та-та-аллергия. Вот так, например. Однако, ни рабочий класс, ни высший класс никогда не будут придумывать себе никаких пищевых аллергий. Про здоровое питание. То, что сейчас есть такой тренд в обществе, не только в английском обществе, но и в Америке, да и в России, и в Европе уже, скажем так, накрывает здоровый образ жизни, здоровое питание, или называется это правильное питание, ПП. А что такое правильное питание? Отвлекусь. Раз уж и говорили о еде, моя любимая тема одна из. Поэтому можно поговорить. Что такое правильное питание? Вот те люди, которые примерно моего возраста, могут вспомнить, как вас кормили в детском саду в Советском Союзе. В конце, в середине 80-х, в конце 80-х, в школе, как вас кормили. Вот. Это и будет правильным питанием. То есть, какой-то завтрак с какой-то кашей, потом второй завтрак, как кормили яблоко, кефир, потом обед из трех блюд, суп, второе, например, пюрешка с котлетой, компот, или чай, слабенький, полдник, булочка с кефиром, и ужин. Ну, это кто успевал, кого-то дома бабушки кормили. Опять какая-то, может быть, каша гречневая, рисовая, просто отварная, либо на молоке, потом, что еще может быть, макароны, и так далее. И добавить, заменив, один из этих приемов, 5-5 приемов пищи. Дробное питание. Заменив два, три приема пищи, допустим, завтрак, второй завтрак, полдник, или ужин, неважно, ужин можно заменить, на овощи. Перекусы, второй завтрак, и полдник, заменив на фрукты, мы получаем правильное питание. Почему нет? И я не понимаю, где произошел этот переход, когда вдруг у нас в России заговорили о правильном питании. когда нас в течение 70 лет понуждали путем общепита, обсчета в этом общепите всех калорий, всех дозировок и так далее. То есть у нас не было такого, что человек приходил в столовую и ему накладывали в тарелку по весу. Нет, нет, не так. Ему накладывали, вот там была большая тарелка, вы сейчас придите в какую-нибудь столовую в современную. Там будет вот такая огромная тарелка и туда накладывают три огромных вот таких ложки допустим гречки. Это получается в одной тарелке полкилограмма гречки. Потому что сейчас для этого общепита важно сделать выручку и продать это все, что они наготовили людям. Нету в голове тормоза, чтобы остановиться и сказать, что я вот из этой огромной тарелки я съем допустим целую котлету, которую мне положили, и я съем четверть гречки, которую мне положили, остальное я выкину. А как было в столовках маленькая порция, порция, там допустим 100-120 грамм пюре, пюре гарнира, это может быть и пюре, картошка, и гречка, и рис, макароны и так далее, 100 грамм. И были мерки, там допустим полойниками накладывали, ложками накладывали, понятно было, мерки, что больше не положат, чем 100 грамм, 100-120 грамм. Котлета 80 грамм, вопрос конечно открытый, что там в этой котлете, не будем на этом останавливаться, но факт тот, что переедания не было, то есть чтобы там объесться в столовой, в той же школьной, я про себя говорю, надо было два блюда взять, а кто пойдет, перемену на 10 минут, нас выпустили, побежали, быстро-быстро-быстро это все смели и бегом опять на уроки. О чем? О чем речь? А сейчас откуда-то у нас взялось правильное питание. Не надо кормить людей как свиней. В столовках. В этом, в общепите в современном. Ну сделайте, хотите заработать, ну сделайте вы маленькие порции. 120 грамм. Одна котлета 80 грамм, вот вам 200 грамм, пусть это стоит 500 рублей. Вначале дали, вначале люди не будут понимать, но потом дойдет до них. Сейчас можно сделать нормальную пропагандистскую кампанию, вон интернет есть, пожалуйста. О том, что вам не нужно полкилограмма гречки и полкилограмма макарон в обед. Вам нужна одна порция, в которой есть все, все калории, которые вам нужны. 100 грамм салата, 100 грамм гарнира и 80 грамм котлетки. Вот вам обед 500 рублей, пожалуйста, оплатите в кассу. Это я про Москву говорю, ладно. Питер 350, регионы 250. и так далее. И вот на этом можно уже разговоры о правильном питании заканчивать. И в той же столовке можно себе, допустим, приобрести полдник в коробочке. А что там в полднике? Может быть, перетертое яблоко с морковью и сделано в виде пирожка вкусного. Ну, пожалуйста, 100 рублей заплати и забирай. И почему мы это обсуждаем вот сейчас, когда я делаю обзор на Кейт Фокс? Потому что тема бездонная и необъятная. Но объяснить это людям, которые занимаются общепитом, которые видят только деньги, а не видят людей и так далее, это я не знаю как. Это мы с вами довольно много времени, почти 10 минут обсуждаем еду. Но я считаю, что это важно не только для анг... важно, скажем так, хотя англичане говорят, что еда для них не важна, но как же они тогда до сих пор еще живы. Поэтому мы и обсуждаем эту еду с вами сейчас. И переходя дальше, очень коротко поговорим про развлечения. что у них это не только развлечение, но и досуг. Нижний слой и средний слой среднего класса не особо увлекаются чтением в туалете. Иногда берут с собой книгу или журнал, но предпочитают не афишировать эту свою привычку и не устраивают в туалете библиотеку. В верхний слой среднего класса и высший класс в туалетах обычно читают то же, что и рабочий класс. То есть главным образом литературу спортивного или юмористического содержания. Я надеюсь, что этот разбор был полезен для вас, что вы поставите лайк, подпишитесь на канал и поставите колокольчик уведомления, чтобы получать уведомления о новых видео, потому что они обязательно последуют. Напишите свои комментарии о том, что вам понравилось, что вам не понравилось. Может быть, у вас есть какие-то предложения по улучшению контента. Пожалуйста, напишите. Я все-таки еще раз поблагодарю вас за внимание, потому что вы были с нами в течение такого длительного времени и желаю вам всяческих успехов и до новых встреч.